В стране вообще закон есть? Порядок есть? Страна воюет? А вы чем занимаетесь? Друзья, кажется, на России уже на полном серьезе. Прогнозируют шторм. И циклон может быть таким мощным, что достанет Путина. Покажите, пожалуйста, какие российские города и белорусские в том числе оказываются в поле поражения. Плюс дальность 250-260 километров. Это так называемая экспортная версия ракеты Storm Shadow. Тень шторма. В действительности радиус поражения этой ракеты достигает в том числе 560 километров. Что именно они в конечном итоге поставят, известно одному Господу Богу. Ботоксный бункерный старый террорист явно испугался этих ракет и что может долететь до его дач. Поэтому решил продемонстрировать всю свою мощь, как всегда, угрозами Западу. Если страны НАТО разрешат киевскому режиму наносить удары западным оружием большой дальности по территории России, это будет означать, что США и европейские члены альянса вступают в прямую войну с Россией. Заявил верховный главнокомандующий нашей страны президент Путин в Санкт-Петербурге. Предупредил, что ответ Москвы будет соответствующим. Решение мы будем принимать, исходя из угроз, которые нам создают. Так что НАТО прямо сейчас решает, воевать с Россией или не воевать. Происходит попытка подмены понятий, потому что речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по всей территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Дело в том, что, я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства, украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Ну вы это слышали. Украинская армия не может это делать, но они и так это делают. Гениально. Но как бы высокоточные атакамсы, штурмшеду и скальп уже прилетали. И не раз. Например, в Крым. Выходит, что Путин признал, что Крым это не их территория. Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать это не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием, или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, Европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суд, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. Резюмируя, да, буквально, давайте зафиксируем. Верховный главнокомандующий Российской Федерации, человек, который отвечает за применение ядерного оружия нашей страны, то заявил, что НАТО принимает решение воевать с Российской Федерацией или все-таки не воевать. Стоп, стоп, стоп. В смысле принимают решение? Вы же уже более двух лет говорите, что воюете не с Украиной, а с НАТО. Приведу несколько ваших тезисов из предыдущих и прошлогодних эфиров. Страна воюет с НАТО. Воюем мы уже с НАТО. Теперь, наверное, официально. Западный блок вступил в войну с Россией. Вот скажите мне, а если у вас уже несколько раз официально война с НАТО, то что тогда меняется? У вас же самая сильная армия и все такое. Или говорить то одно, а вот если приступать к делу, то получается... Вот мы еще не дошли до того, чтобы сказать, от лица Горького или от лица Путина, или всего российского народа, Америка пугает, а нам не страшно. Это первое. Второе. Вам страшно? Да. Ну это не так, что я дрожу каждый день. Но понимаете, что я имею в виду. Второе. Вернемся на Украину. Господин Лугового, видно, не страшно. Конечно. Немножко есть. Конечно. Не, вы хотите дождаться, когда эти ракеты полетят на Москву, на Аморск? Больше всего этого не хотим. Хотим это предотвратить. Тогда будет страшнее. На секунду, если верить в СНН, большую часть ракет, которую поставили на Украину, уже украинцы использовали. И это ракеты Атаканс. Поставят еще. То есть, по сути, бояться более нечего. Поставят еще. Ой, как же Скобеева пытается спасти ситуацию, акцентируя внимание на том, что, мол, у них нет ракет. Но сама она тоже понимает, что горячо, тревожно. Ну и теперь мы знаем позицию Путина. Понимают, что позиция Путина их не выручит. Мы уже сто миллионов раз слышали его угрозы. И все они оставались только угрозами. Давайте вспомним, как это было с самолетами, как это было с танками, как это было вообще со всеми другими вооружениями, которые передавались. Решение сначала принимается, потом запускается общественная дискуссия, которая призвана некоторым образом в глазах западной общественности легитимизировать это решение. Вот эти обсуждения по поводу применять или не применять дальнобойные системы вглубь территории России вызывают тревожные настроения. Объясню почему. Я не помню ни одного случая, начиная вот с первого дня СВО, чтобы когда какая-то тема, связанная с очередной эскалацией, применением оружия какого-то типа, западного типа, запускалась через СМИ, через экспертов, потом на каких-то саммитах, потом в переговорах каких-то высоких должностных лиц, чтобы потом это не получало реализации. Вспомните, сколько шла дискуссия по поводу F-16. Теперь 24, ну, так якобы известно, 24 F-16 где-то там уже есть. И это наводит меня на мысль, что вероятность вот этого дурацкого решения, дурацкого в полном смысле слова, меняющего суть этого конфликта, достаточно высока. Вероятность, что нам дадут разрешение на использование дальнобойного оружия по территории России действительно высока. Но все зависит от решения одного человека, президента США Байдена. Решение, вероятно, не будет принято до встречи мировых лидеров на Генассамблее ООН в США 24 сентября. Именно там, но я надеюсь, что раньше президент США Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют еще раз обсудить этот вопрос. В общем, британская Guardian пишет, что соответствующее решение уже считается принятым. Но официальное объявление якобы будет сделано позже. На Даунинг-стрит в Лондоне попытались все опробергнуть, но пазл, что называется, явно сложился. Согласно информации издания Independence, спикер британского Кабмина публично сказала, что позиция Лондона заключается в том, чтобы прислушиваться к мнению и желанию украинцев. Их вожделенные мечты всем известны. Снять запреты на применение дальнобойного оружия по исконным регионам нашей с вами страны. По данным агентства Bloomberg, США даже запросили у Зеленского стратегию этих ударов и список целей в России. Через неделю сам Зеленский готовится лететь в США. Возможно, о разрешении бить по России ему сообщат как раз в Вашингтоне лично. Безумный, абсолютно русофоб сенатор Линдси Грэм требует снять все ограничения немедленно, не дожидаясь этой недели снять прямо сейчас. Говорит, что Киеву нужно разрешить как угодно применять атаку МС и как угодно использовать истребители F-16. Кстати, Скобеева не сказала, но источники The Guardian убеждены, что совместный визит госсекретаря США Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэми в Киев для встречи с Зеленским не состоялся бы, если бы не было положительного решения по Штормшеду. Некоторые пропагандисты говорят, что это очень нехороший для них сигнал. Они приехали для того, чтобы показать Москве. Мы не бросим Украину. Мы плевали на ваши удары по каким-то там военным заводам, электростанциям и что вы хотите сделать. Мы приезжали в Киев и будем приезжать в Киев и вы нам ничего не сделаете. Вот это нам нужно иметь в виду. Отсюда прогноз, соответственно, не очень хороший. Тем временем газета «Политика» пишет, что в Белом доме готовы расширить территорию, по которой Украина может бить западным оружием. Работа над решением и планом близка к завершению. Цель – позволить украинцам более эффективно защищаться от российских ракет. Именно в этом мы и нуждаемся. Ну, конечно, еще уничтожить склады с БК нам нужно и командные пункты. Как пишет издание, да и с тем обсуждение, разрешение Украине использовать по России именно британские ракеты дальнего радиуса действия. Но для этого все равно нужно разрешение США, поскольку те же ракеты «Штормшеду» содержат американские детали. Не стоит забывать, что «Штормшеду» раньше были носителями самолета Су-24, но давно они не значатся у нас среди сбитых. То есть единственными носителями остались самолеты Ф-16, которые Украина уже получила. Исходя из этого, нужно понимать, что действительно у них все было готово. Нужно было соблюсти какие-то формальности. Теперь, если мы говорим, куда они могут нанести, нужно нанести удар такой, который бы был, с одной стороны, по российской территории, с другой нет. Есть такая территория, полуостров Крым. Они же говорят, что это не российская территория. И раньше они по Крыму били и атакой МС, и в «Штормшеду» туда прилетали. Теперь складываем одно с другим, получается массированный удар по Крыму. Украина приняла решение сама, а мы в это время сидели, совещались и не давали никакого разрешения. Путин может гораздо жестче. Понятно, что решение еще не принято. Посмотрите, как в общем виляют они все. Они, в принципе, подождите, они должны были уже пару дней назад, вообще-то, должны были принять решение это. Они откладывают. Решение будет, если будет принято, оно будет принято, частичное. Ограничения сняты на какую-то часть российской территории. Потом, ну извините, по Крыму-то они бьют уже давно вот этими ракетами. Так и есть. Крым – это украинская территория. Вон, кстати, Соловьев из-за этого чуть не поскандалил с мужем Симоньян. Удар по нашей территории? Ракетами? Дальнобойными ракетами НАТО – это не опасность для нашей страны? Нет, конечно, но оно будет происходить? Будут эти удары? А сейчас, по-твоему, что идет? Так нет. А где удары? Крым. Нет, это нет. Подожди, я говорю дальним вот эти ракеты, которые, они говорят, 500 километров. Хорошо, да, окей. А это не Россия? А то, что сейчас они носили удары, что у тебя в Подмосковье там залетели дроны, которые вели те же самые НАТОвские системы и спутники, но они смотрят, где пределы эскалации. А главное – простой вопрос. Ну по химическому заводу, когда долбанет, что будет? Не дай бог, это не обсуждается. Ядерная станция, химический завод и вообще такого рода история. Хорошо, а если они по Кремлю опять ударят? Ну, было бы, конечно, неплохо, если бы позволили по Кремлю ударить, но на это Штаты точно не готовы. Тем более, Украина уже передала союзникам детальный, аргументированный и реалистичный план использования дальнобойных ракет по военным целям на территории России. И я думаю, что путинских дач, Останкина и Госдумы в этом списке нет. Но кремлевские рты все равно напуганы. Я бы советовал очень внимательно прислушаться и посмотреть, что за годы служения Владимира Владимировича Путина родине, он ни разу не бросался словами. Я этого не говорил. Ни разу. Ни разу он такого не говорил. И всегда, когда Путин что-то говорит, он это и делает. Теперь новости важные для нашей страны. Разрешение бить по территории России повышает вовлеченность Запада в конфликт на Украине. Проведет к реакции со стороны Москвы. Заявил только что пресс-секретарь президент Песков. В Москве очевидно, что Украина продолжит террористические атаки в отношении России. Это тоже сказал Песков и назвал камуфляжную дискуссию о том, что США думают над тем, разрешать Украине бить по России или не разрешать решение уже принято. Давайте сейчас успокоимся и подумаем. Война или СВО идет по плану. Доказывает, что план хороший, то, что на Украине понимают, что только втянуть НАТО в войну – это единственный шанс. Это значит, план у нас хороший. Воюем правильно, научились. Но давайте сейчас подумаем. Вот они выстрелили. Что-то, не дай бог, попало. Попало. Кроме как нашей гордости и самолюбию, угрозу стране это приносит, существованию нашего государства. Мы отвечаем ядерным ТЯО. К примеру. Хотя даже у Караганова, который считается ястребом-ястребом, он правильно пишет, что там еще 5-6 шагов-то до ядерного, до ТЯО есть. У него даже есть 5-6 шагов. Хотя бы 2%, Володь. Существует, что мы можем попасть в ситуацию ядерной войны с НАТО. У нас это прописано в доктрине. Если по нам идет ракетный удар странами НАТО, какой наш ответ? Конечно, ядерным оружием. А здесь уже все. И дальше уже идет то, то есть нарушение наших... Подожди, Володь, одну секунду. Я сейчас президента цитирую. Президент сказал, это будет прямой... Как нет? Он сейчас сказал. Но если не ядерный удар, то пропагандисты предлагают отвечать ракетными ударами по Украине. И почему-то не по НАТО. Что это будет, конечно же, мощнейший ответ со стороны России. Что Россия подготовится к этому, передислоцирует то, что те цели, которые могут быть потенциальными объектами удара, или вглобь в территории, или в какие-то другие места. А вот ответный удар придется по украинским целям. Да, массированный. Да, мощный. У меня простой вопрос. А кто отвечает за безопасность неба в России? Также мне нравится, когда пропагандисты суетятся, кричат и ищут крайних. Особенно тогда, когда хорошо к ним прилетает. Это не просто какой-нибудь там Буданов, Муданов и Ждуданов это делают. Нет. За этим стоит весь мыслительный и разведывательный креативный аппарат 50 иностранных спецслужб. Предыдущий выступающий наш товарищ сказал, что это вот американцы им поставляют, и никакого ВПК нет. Я бы не стал это делать. То есть не стал бы вот так утверждать, потому что на самом деле я об этом писал буквально месяцев 8 назад, что на Украине запущена огромная программа по развертыванию подземного ВПК. Прежде всего в районе Карпат, Западной области. Там огромное количество заброшенных шахт, выработок и прочих. И они в этом случае действительно ничем не отличаются от немцев. Беспилотники на России это уже привычное для нас дело, но до сих пор непривычное для россиян. Потому что москвичи, которым совершенно безразлично, когда Россия наносит удары по украинским жилым домам или больницам, почему-то в этот раз рыдали. Шок, стресс, как мы бежали, успели схватить вот эту собаку. Как будто, знаете, фильм ужасов, ну реально очень страшный. Москва сделала все возможное, поэтому на самом деле то, что произошло, ну, это показывает, что система ПВО работает. Но к некоторым из кремлевских ртов словно начало доходить, что война продолжается. И безопасного места на болотах уже даже для них нет. Вот эта мысль, она очень банальная, очень простая, но я ее хотел бы повторить, что сейчас нет безопасного региона. Вот мы смотрим на Курскую, Белгородскую область, Брянскую область, приграничные регионы, что туда прилетает. И уже у некоторых такой психологический барьер пройден, что ну вот там идет война, а вот дальше она не пойдет. Вот почему-то дальше война перекинуться не может, вот только на приграничных территориях. Как вы видите, БПЛА могут долетать и до Москвы, и до Московской области. БПЛА могут быть запущены и на Урале, и дальше на Дальнем Востоке, потому что они пускают диверсионные группы, и те могут делать, что хотят. Война везде, война везде, и к этому нужно вот именно так относиться. Я, конечно, думаю, что все наши зрители это уже давно поняли, те, кто постоянно следит за новостями, и точно вот им это объяснять не нужно. Что нет безопасного региона, и в любую секунду все может пойти по самому страшному сценарию. Потому что ведь сколько я проезжал по пограничью и по Курской области, ведь, ну тоже страшно сказать, но было внутреннее такое состояние. Ну, наверное же, не придет, но, наверное же, как-то пронесет, наверное же, как-то все это мимо нас пройдет. Не пройдет и не обойдет. Вас, пропагандисты, так точно. А россиянам рекомендую понять и запомнить, что такие атаки будут только нарастать, ибо война всегда приходит к тем, кто ее начал. Ну, хотим мы или не хотим, она война все равно становится обширной, и охватывает все слои населения. И прифронтовая зона у нас теперь в Москве. По этим беспилотникам в Москве. Притом мы должны понимать, что те 145 беспилотников, которые они отправили в нашу сторону, это не предел, и количество будет только возрастать. Это начало. Будет, к сожалению, хуже. Это им еще не передали ракеты дальнобойные, обязательно передадут. И я надеюсь, что дадут Соловьев так же. Потому что по мету настолько стало страшно, что он снова начал отправлять всех на фронт, требовать жестких ударов по Украине и посадить тех, кто снимает видео прилетов. Послушайте. Ой, Маня, смотри, что у нас тут. И дальше, как правило, матом. Вы каким местом думаете? У вас вместо головы что находится? Вы это радостно выкладываете? Делаете это что и зачем? Вы что хотите вот этим сделать? Ну неужели непонятно, что каждый раз, когда идет атака, есть целый ряд ждунов, которые знают, где будет, предполагают маршруты и там аккуратным образом снимают. О, ждуны? В Москве? Так может быть нам свое СВО начать? От Путина их освобождать? Когда вы выкладываете эти видео, вы мне скажите, вы на кого работаете? Вот взять вас и посадить в тюрьму. Было бы очень правильно. Ух ты, то есть Соловьев и свою подружку Скобееву и других зэдблогеров, которые активно постили и показывали эти видео, назвал государственными изменниками? Что дальше? А пропагандистов будут судить за слово война и дискредитацию российской армии? Кстати, того же Соловьева, потому что он сейчас очень активно дискредитирует силы ПВОРов. У меня простой вопрос. А кто отвечает за безопасность неба в России? Ну вот просто кто? У нас есть такой центр? У нас вообще это есть? Ну вот кто за это отвечает? Никто. Ну то есть, наверное, кто-то, но я не знаю кто. Я не знаю человека, который за это отвечает. Он до сих пор не знает, кто отвечает за их безопасность? А как же Путин? Может быть, к нему все эти вопросы? Мало того, что он все это начал, так он у россиян и средства ПВО забрал и поставил прикрывать свои дачи. А кто отвечает за безопасность неба внутри России? Вот раньше, да, были войска ПВО, а сейчас вот там какие-то авиационные полки и прочее. А вот за безопасность это в едином пространстве. Кто даже теоретически отвечает? Главком наших ВКС. Или главком ВВС, военно-воздушных сил РФ. Но его точно не накажут, потому что это именно тот генерал, который командовал ракетным ударом по Ахмадету. Сергея Кабалаша, кстати, на эту должность и назначили именно после атаки на детскую больницу. Ну а еще он руководил обстрелами гражданской и энергетической инфраструктуры Украины в 22-23 годах. За это Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Поэтому он лучше будет убивать, чем россиян защищать. Меня, конечно, извините, но когда я читаю, что сбит БПЛА, отпадение обломков, загорелись взрывоопасные предметы и не можем потушить там несколько дней, вы это для кого пишете? И можно мне вот назвать фамилию того человека, который отвечал за то, что мы по-прежнему, понимая сейчас, что долетают БПЛА там куда угодно, мы по-прежнему складируем гигантский размер, давай еще одно место, еще под открытым воздухом. Мне просто хочется увидеть его лицо. И чтобы он мне дал объяснение. Он скажет, а я что могу, у меня инструкция, я что, что я? А я ничего, у меня вот 152 год, инструкция у меня написана, все должно быть, взять, вот там, сям, пам, пам. Ого, уже даже главный рупор Кремля не может лгать о каких-то там обломках. Значит, массированные атаки украинскими беспилотниками действительно очень эффективны. Они уничтожают или наносят огромный урон российским самолетам, аэродромам, нефтебазам и НПЗ. Уничтожают склады с БК, а еще очень раздражают верхушку Кремля. Ну и Песков только что прокомментировал нападение Украины с помощью БПЛА на Россию. Средствами ПВО, напомню, сегодня было сбито 144 украинских беспилотника над нашей страной. Песков заявил, что атаку на жилые дома в России никак нельзя ассоциировать с военными действиями. Он подчеркнул, что киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги. Россия должна продолжать спецоперацию. Слушай. Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя от таких проявлений, такого режима. Но если хотите продолжать спецоперацию, то вы будете ее хорошо чувствовать. Атаки на Москву и не только будут все чаще. Каждую ночь по 50-60 беспилотников. И что? Да, безусловно. Ничего раздражает. И медийно это раздражает, Александр Юрьевич. Тут Богдан. Вот видите, только украинских беспилотников достаточно для того, чтобы россияне кипели и были напуганы. А что же будет, когда нам дадут разрешение на дальнобойные ракеты? Они действительно не понимают, как такое могло произойти, что взрывается и пылает теперь не только в Украине, но и на России. Но на Гебельс ТВ уже рекомендует россиянам видеть в этом только позитив. Да, конечно, могут они наносить удары этими дронами. Могут даже где-то что-то поджать и так далее. Но это вызовет лишь еще большую реакцию с нашей стороны. Мы же не бомбили ни инфраструктуру, ни транспортную логистику, так, по-хорошему. Ни распределительные станции у АЭС, которые остаются последними мощными. Да, пора. Так вот это в результате придет к тому, придет к тому, что просто Россия даст еще более мощный ответ. Там полностью нарушится транспортная логистика, топливная в том числе, энергетическая. У них несколько уровней использования беспилотников. То, что Краснодарский край, то, что Новороссийск. Мы выгнали российский флот с западной части Черного. Ну, сейчас мы его из восточной части выгнем. Ну, в Турцию, вероятно. Тут, ладно, это дальнобойный, это достаточно тяжелые беспилотники. Но то, что они делают в Белгородской, Курской, Брянской областях, они сбрасывают боеприпасы на машины мирных жителей, на дома. Да, это просто убийство мирных жителей. То есть им убивать украинцев это нормальное дело, а нам защищаться нельзя? Но не на тех напали. Мы будем обороняться. И, как говорит пропагандист Коц, это нам еще не дали дальнобойные ракеты. Ну как, ракеты-то дали, а вот разрешения бить ими пока еще нет. Но, кажется, в США и ЕС и к этому решению все-таки приближаются. Продолжение следует...